Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл лекций, или, правильнее сказать, рассказов из русской истории, посвященных жизни и деяниям Петра Первого, Петра Великого. Человека, которому сейчас исполняется 350 лет. Человека, который поднял Россию на дыбы, перевернул и пустил галопом. Классическая версия, что в Европу. Но все, на самом деле, гораздо сложнее. Петр Первый – необъятная тема. Необъятная, сложная, противоречивая. И я брался за эту работу, честно говоря, с большими сомнениями. Настолько по-разному его изображает наша история. Настолько по-разному он изображен в литературе, в кино. Настолько взаимоисключающие, противоречивые подходы, как к самой его жизни, так и к последствиям Петровских реформ. Пару примеров. Все мы помним с вами Пушкина. С его, с оговорками, конечно, но в целом восторженными оценками деятельности Петра. И мореплаватели, плотник, герой, на троне вечно был работник, Полтава, медный всадник. А теперь почитайте, что писал о Петре Лев Николаевич Толстой. Я даже не буду цитировать, потому что они полны, зачастую, мне кажется, избыточно несправедливой злости. Они полны ненависти. Они полны осуждения. Возьмем у дальнего родственника и талантливейшего писателя, Красного графа, Алексея Толстого, у которого есть два канонических произведения Петра I. Знаменитый роман «Неоконченный Петр I», сделанный в сталинскую эпоху. Роман, где Петр, вне всякого сомнения, сверхположительный герой. Да, со своими странностями и сложностями характера, но это человек, который ведет Россию к будущему, к прогрессу. Буквально вытягивает ее за волосы из трясины Средневековья. А есть более раннее произведение, посвященное молодому Петру. И там совсем другой Петр I. И я, считаю, не знаю, что по-настоящему думал о Петре Алексея Толстого. Слишком много политической конъюнктуры в его произведениях. Лет 15 назад, когда я начинал писать серию публицистических книг «Мифы России», ну, точнее говоря, это одна книга, она просто издавалась в разных вариациях. В одном томе, она очень объемная. В трех томах, в бесконечном наборе «Покетбукс» с мягкими обложками. В этой книге я, рассказывая о времени Петра I, пытался пойти против течения, и не отрицая всего хорошего, что он делал, все-таки посмотреть на негативные стороны. Насколько обязательны были реформы, а что бы было с Россией, если бы эти реформы проводились иначе? Без плети, без каленого железа, без пыток, без каторги, без общенационального перенапряга. И выводы были весьма не в пользу Петра Великого. Я сознательно оговариваю, все-таки это была книга, которая ставила целью развеять некоторые мифы о реформах Петра, поэтому я в ней больше уделял внимание негативу, чем позитиву. Ну, во-вторых, это было 15 лет назад, все-таки наши взгляды со временем меняются, в том числе и мои, как любого нормального живого человека. Но вот такой умеренно негативистский подход к оценке личности Петра I оказывается встретил в нашей стране огромное количество сторонников. На меня вышел тогда ныне покойный Илья Сергеевич Глазунов, наш выдающийся художник и крупный самобытный общественный деятель, и сказал, что, вы знаете, я с упоением прочитал вашу книгу, потому что только у вас я увидел честный, объективный взгляд на реформаторскую деятельность Петра I. С одной стороны, эта оценка польстила, а с другой, я задумался, наверное, я совсем не одинок, глядя на Петра с разных сторон. В этом цикле лекций я постараюсь максимально избежать субъективистского подхода и максимально не выносить оценок, рассказывать о делах, рассказывать, как обычно мы делаем, о людях, больше об их жизни, о частной жизни, о том, что хорошего они пытались сделать в те сложные годы, и постараться не уходить в избыточную научную детализацию, потому что довольно тяжело, говоря о Петре I, пройти по этой кромке, по этой грани, по этому лезвию, чтобы не было и бессмысленного пустого популяризаторства и сказывания в Википедии, чем грешат многие наши лекционные курсы. И, с другой стороны, не было скучной избыточной наукообразности, что тоже большая проблема. Ну вот, после этого довольно длинного вступления хотелось объясниться. Мы поговорим о следующем этапе жизни Петра, о семи годах с 1689 по 1696. Почему эти семь лет? Потому что в 1689 году Софья Низложина, Рейгенша. 6 октября 17-летний Петр торжественно въезжает в Москву. По легенде, брат Иван встречает его на крыльце царского дворца, как указывается в некоторых источниках, передает ему символические ключи от Кремля. Тем самым приглашая своего младшего брата к полноценному соправлению, без всякой там Софьи, которая им это делать, естественно, не давала. Про ключи, я думаю, это полная ерунда. Зачем законному старшему царю, царя 2 на этот момент в Москве, как вы помните из предыдущей лекции, передавать своему младшему брату какие-то ключи? Это не означает, что Петр стал с этого момента полноценным государем. Ни в коей степени. После свержения Софьи реальная власть оказалась в руках и не Петра, и не Ивана, а всего клана Нарышкиных. И в первую очередь в руках матери Петра. Властной, серьезной женщины. Наталья Кирилловна. Так что Петр был даже не его царя, и даже не временно исполняющий обязанности. Он просто был молодым юношей, весьма долговязым, 2 метра. По-прежнему младший царь в тандеме царей. И до самой смерти своей матери, до 1694 года, он и близко не подпускался к власти. Нарышкины потакали всем прихотям Петра. Пожалуйста, хочешь потешные войска, хочешь, занимайся кораблестроением, где-то там на Яузе или на Плещеевом озере, пьянствуй, ходи в немецкую слободу, таскайся с девушками различной социальной ответственности, занимайся ремеслами, ну, в общем, чем угодно, чем угодно, лишь бы быть подальше от того, что является в представлении Нарышкинцев реальной властью, реальной политикой, то есть распределением финансовыми потоками. Я не буду долго здесь рассказывать о представителях этого клана. Там был и Лев Нарышкин, и Голицын старше. Неяркие фигуры, мало что полезного сделавшие для нашей страны. Упомяну лишь одного из них, патриарха Адриана. Это новый патриарх, который был избран в 1690 году. Такой классический пример хардлайнера, как бы сейчас сказали, консерватора. Человека, который истово обличал латинские неистовства, курение, ношение одежды европейского образца, бродобрития, то есть старорусский консерватор. Было кое-что в этом человеке хорошее. Например, именно патриарх Адриан запретил венчать насильно. Другого у нас способа заключения брака, кроме как венчания в церкви, на тот момент не было. Поэтому никто, собственно, особого мнения девушек не спрашивал. Патриарх неожиданно проявил невероятную терпимость и сказал, что если в церкви у алтаря невеста сопротивится и откажется венчаться, то священнику венчание проводить запрещается. Только по взаимному согласию. Удивительная по тем временам либеральность. Петр вполне доверял патриарху. Патриарх даже на начальном этапе выделял церковные деньги добровольно строительству Петровского флота. Потом, много позднее, между ними произойдет размолвка. Во время стрелецкого бунта патриарх опять же неожиданно совершенно проявит себе гуманистом и будет уговаривать Петра прекратить репрессии против стрельцов, прекратить публичные казни, взывать к милосердию. Петра это невероятно разозлит. Ну а когда патриарх откажется постричь монахине жену Петра и Евдокию, произойдет, собственно, окончательный их разрыв. Говорят некоторые исследователи, что, возможно, даже в пику патриарху Петр, когда затеял вот этот всепьянейший, всешутейший соборт, злобную такую пародию на православную церковь, главного своего пьяницу, избежащих к нему людей, бывшего учителя Никиту Зотова, назначит в рамках этого собора всея, яузы и кукуя патриархом. Это, конечно, для верующих людей было абсолютнейшим святотатством, а сама эта нелишенная нам сегодня непонятного, странного остроумия, пародия на церковь, на ее обряды выглядела невероятным кощунством. Кстати сказать, Адриан станет последним патриархом на Руси. Патриаршество некоторое время просуществует формально абсолютно без патриарха, потом будет упразднено, и вплоть до революции 1917 года, точнее говоря, даже до ноября 1917 года, в России патриаршества не будет. Следующий патриарх будет избран только в ноябре, ну там, или в декабре, смотря по какому стилю считать. Уже после Октябрьского переворота будет избран патриарх Тихон. Период после низложения Софии стал временем торжества клана Нарышкиных. Петр, еще раз говорю, политикой, скорее всего, просто не интересовался, да ему и не давали интересоваться. Формально рядом с Петром на троне оставался его брат Иван, хороший брат, брат два, он никому не мешал, ни Нарышкиным, ни Петру. Человек был добрый, очень-очень больной. Уже к тому моменту, в возрасте 27 лет, как говорят, он выглядел стариком, седой, сутулый, еле ходил. Видимо, у Никиты был серьезный комплекс наследственных болезней, он скончается примерно в 30 лет. Такие наследственные болезни у мужчин, болезни почек, это общая беда клана Романовых того времени. Петр не готовился к правлению, более того, никогда за власть не боролся. Первый раз, когда он стал царем, в 10 лет, в 1682, он был еще слишком мал. Чтобы что-то понимать, соответственно, все за него решали семьи, кланы. В 89-м году, когда ему было 17 лет, после изложения Софьи, у него тоже не было никакого плана реформ. Все решала семья, мать, все решала Нарышкиным. Иногда в учебниках пишут, что Нарышкины против Милославских, это такие западники-реформаторы против славянофилов. Незусветная совершенно чушь. В те времена проиграть в такой уже финальной схватке за трон, это означало лишиться просто всего. И имущества, и здоровья, здоровья, да и зачастую и жизни. Поэтому бились у Олимпа не на жизнь, а на смерть. Петр Первый чем увлекается? У него, собственно, два интереса. Первый – это ремесла. У него удивительно хорошие руки. Он за что ни возьмется, у него все получается. Он отличный токарь, отличный слесарь, плотник. Может часы разобрать, собрать, починить. Может потом, позже, и корабль построить своими руками. Когда он работает руками, он отдыхает. Он везде с собой возил токарный станок, даже за границей. И в редкие часы досуга, Петр все-таки был очень деятельным человеком, он все время что-то точил и добился в этом большого мастерства. Свои поделки любил подарить ближним, друзьям, что-то собирал. Подходил к этому делу с душой. Вот это все, что касается механики. Второй интерес Петра – это все, что касается войны. С раннего детства он любит военное дело. Конечно, продолжает заниматься потешными полками. И эти потешные битвы, это, надо понимать, совсем не современная зорница пионерская. Это настоящее учение. Да, стреляют не железом, стреляют из пушек горохом, паренной репой. Если из ружей, то просто пыш вылетает. Ну, знаете, как паренная репа, когда в упор даст вам из пушки, мало не покажется. Может и голову оторвать. Приведу пару примеров. Учение 2 июня 1190 года. Петру 18 лет. Потешное учение. Петру самому царю. Сильно опалило лицо, обожгло, при штурме Семеновского двора. Через пару месяцев так называемая примерная битва, то есть вполне серьезные маневры. Стрельцы против потешных. Самый лучший стрелецкий полк должен был драться против Семеновского полка. Воевали от рассвета до заката, вплоть до темноты. Много раненых и обожженных. Следующий год Петру 19 лет. Великий и страшный бой. Это я цитирую из воспоминаний. Взятие стольного града Пресбурга, той самой потешной небольшой крепости, которая в общем никакая не потешная, она просто небольшая, построенная по всем правилам фертификации. Защищают крепость противник, войска князя Ромодановского, штурмуют войска ротмистра Петра Алексеева, то есть самого Петра. Штурм удался, Ромодановского взяли в плен. Бой без дураков. Ближний товарищ Петра, князь Иван Долгорукий, у нас там много будет в истории, потом разных Долгоруких. Вот тот Долгорукий ему не повезло, ибо от тяжкие свои раны паче произволений Божьим переселился в вечные кровы. Сколько еще туда переселилось народу помельче, стрельцов или рядовых потешных, неизвестно, но явно Долгорукий был не единственной жертвой однодневных учений. 94-й год. Петру уже 22 года, уже совсем взрослый человек. Его старшему сыну, царевичу Алексею, 4 года. Знаменитые Кожуховские маневры. Это большие маневры, как у нас, когда юг, север, или восток, запад, полноценные баталии. В Кожуховских маневрах принимает участие до 40 тысяч человек личного состава. Даже по современным меркам огромные учения. Помимо потешных, которые давно уже к тому моменту не потешные, а самые настоящие боевые части, там есть и конница, и несколько полков, стрельцов, и артиллерия, и так называемые гранатчики, или гренадеры. Вот о них я вам хочу отдельно рассказать. Мы почему-то, когда говорим гренадеры, мы сразу себе представляем высоченных лбов за метр 90, которые стоят в охране императрицы, будь то Елизавета, или Екатерины, такие потемкинцы. Изначально гренадеры, это те, которые не бросают даже, а стреляют гранатами. Отсылаю вас опять в свой любимый музей истории военной формы, на Никитской. Там есть гренадер, Петровский. Прекрасное изображение его, манекен, одетый в точном соответствии с военными стандартами того времени, и в руках у него вот это вот гранадное ружье. Как им правильно, не знаю, называется? Меня любители истории военной муниции, наверное, поправят. Это маленький, такого вот размера, ближайшая аналогия РПГ-7, мальчики постарше меня поймут, который выстреливает вот такой вот гранатой, летящей метров на 100, и где-то там разрывающийся, не дай бог, попадешь в строй. Значит, это не одного человека порешит, а несколько вокруг. И вот стреляющие из таких РПГ гранатами, это и были гренадеры. Потом постепенно изъяли эти гранатометы из массового применения, потому что все-таки они были весьма ненадежные и часто взрывались в руках стреляющих, нанося неимоверную урону и ему самому, и рядом стоящим солдатам. Поэтому перешли к киданию гранат. Гранаты стали кидать. Маневр был сценарий, разрабатывал генерал Патрик Гордон. Это столкновение русской армии под командованием князя Ромодановского и польской армии под командованием Бутурлина. Битва проходила в черте сегодняшней Москвы, тогда это была окраина, сейчас территория завода ЗИЛ, бывшего завода ЗИЛ, к сожалению, примерно Симонова Слобода или Ленинская Слобода, как она называется на картах. Тогда это была деревня Кожухова. Цифры потерь. Убито 24 персоны пыжами и иными случаями. Ранено 50, пыжом могли и насмерть. В числе раненых был один из петровских ближних людей Франц Лефорт. Пока Петр занимался военными учениями, от дворцовой жизни он был полностью отстранен, и в ближний круг ходили ни аристократы, ни бояре, не знать. Ближний круг это его потешные, солдаты, офицеры, а если иностранцы из рядом находящейся немецкой Слободы, то это простые люди, ну, относительно простые. Офицеры, находящиеся на русской службе, это мастеровые мастера, и это торговцы. То есть Петр общался не со слоем аристократии, и это во многом определило всю его жизнь и всю его манеру поведения. Вообще Петр был человеком модерна, человеком будущего. Для него ценность любого соратника уже с юных лет определялась его умениями и практической полезностью. Вот представьте себе, что значило в той архаичной среде, где веками ценность человека определялась в соответствии с местническими порядками и его знатностью. Местничество само было отменено всего лишь незадолго до воцарения Петра I. Все помнили, все жили еще по этим понятиям. А тут Петр вводит табель о рангах. Табель, которая существует в нашем государстве по сей день, по которой можно выслужиться из низших чинов в высшие и достигнуть самых высот государственной карьеры, самых высших позиций в государстве только своим усердием и трудом. Это касалось не только армии, это касалось и дипломатической службы, и придворной службы, и гражданской службы. Сам этот подход для России просто абсолютная культурная революция. И, наверное, понимание этого родилось у Петра как раз тогда в юные годы, когда он был рядом с простыми людьми, с потешными, ну и с иностранцами в немецкой слободе. Кстати сказать, мы уже говорили о том, что Петр обожал море, он демонстрировал абсолютное бесстрашие не только на военных учениях, но и на воде. Бесстрашие на грани пренебрежения самой элементарной техникой безопасности. В 1694 году, тогда же ему 22 года, небольшая яхта, на которой плыл Петр в Белом море, только чудом не разбилась о скалы. Они спаслись от шторма в гавани какого-то монастыря, где в памяти о чудном спасении Петр вырубил лично знаменитый трехметровый деревянный крест. Про легендарный ботик Петра мы с вами уже говорили, пару слов прошлой лекции, но на самом деле этих ботиков было два. Еще раз вам расскажу. Петр гуляет где-то в селе Измайлово и в одном из амбаров, где хранится всякая рукли, принадлежащая казне, находит странную лодку. Лодка полуподгнившая, но очень непохожая на те, на которые ходят на руси рыбаки. Во-первых, она большая, примерно на пять пар весел, длиной где-то около шести метров. Она округлая, с высокими бортами, но самое главное, там предполагается установка двух парусов в центре и еще где-то на носу. Так получилось, что Петр гулял вместе со своим голландским учителем, по-моему, с Симмерманом. Петру около 16 лет. Он спрашивает, а что это такое? И Симмерман объясняет, что это английский ботик, маленький корабль, на котором можно ходить под парусом против ветра. Как против ветра? Невозможно ходить под парусом против ветра, говорит Петр. Да нет, объясняет ему Симмерман. Профессиональные моряки, они умеют расположить сломается под углом встречный и направляет лодку не назад, не вбок, а вперед. Такими острыми галсами. Ну, любой из нас может понимать, что можно и с одним парусом идти против ветра, но это будет очень тупой галс, и вы будете фактически двигаться вот так вот. Неэффективно. Петра это страшно заинтересовало. Он попросил найти хорошего моряка, который мог бы подчинить этот ботик и научить его обращаться с парусами. Моряка такого нашли. Тоже голландец, фамилия бы была, кажется, Брант. И вот вместе с этим Брантом это был уже немолодой моряк и корабельных дел мастер, который участвовал в постройке корабля «Орел», первого корабля российского флота, большого военно-морского корабля, который еще отец Петра строил на Воронежских верфях. Потом этот корабль спалили, по-моему, разница во время очередной какой-то заварушки. Но мастера остались. Брант продолжал работать на Руси, где-то там плотничал. Бранта находят, Брант обучает Петра, Петр загорелся корабельным делом, ботик подчинили, ботик этот, согласно легенде, английский, его привезли в Россию во время интенсивных русско-английской торговли, видимо, заказали как образец для изготовления таких же. Что-то пошло не так, как обычно. Он оказался в сарае в Измайлово. Увидев, что на Измайловских прудах, вы сейчас можете туда поехать посмотреть, они сейчас стояли еще меньше, чем были раньше, но на Измайловских прудах совсем против Петра не походишь, не успеешь разогнаться, Петр ищет водную гладь побольше. Такое большое озеро поблизости относительно ему. Подсказывают это Плещеево озеро в сторону Ярославля, туда перетаскивается ботик и строится дополнительная потешная флотилия. Переход от уровня к уровню у Петра I получался практически без пауз. Он все делал очень быстро. Впечатлившись ботиком, он сразу начинает строить фрегаты, тут же находит иностранных специалистов вместе с Брантом, которые тоже когда-то строили тот самый Орел. И вот быстро-быстро-быстро на Плещеевом озере появляются два новеньких фрегата и три яхты. Сам царь при этом, естественно, тоже изрядно помахал топором, кое-чему научился. Вместе с ним плотничали, постигали тайны кораблестроения его верные потешные преображенцы. И вот с удовольствием юный царь пишет своей матушке Наталье, кавычки открываются, сюда удались все зела хороши. Очень хорошие корабли у меня вышли, хвастается юноша Петр. Флот возникает буквально из ниоткуда. 1 мая 92-го года, Петру 20 лет, на воду спускается 30-ти пушечный фрегат «Марс». И тогда же состоялись первые маневры уже потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. Можно сказать, что там, на Плещеевом озере, и рождались, высокопарно выражаясь, будущие победы военно-морского флота России. Много-много позже, спустя 30 лет, в 1722 году, Петр будет как-то проезжать мимо Плещеева озера и увидит свой учебный флот, те самые первые фрегаты и ботики. Увидит их в самом печальном состоянии. Он хотя давал когда-то указания рыбакам присматривать за флотом, ну, что значит 30 лет в нашей стране, без государевого ока, без контроля. Естественно, все развалилось, все подгнило, как-то там по указанию Петра стали эти суда чинить, но в итоге они все сгорели. Остался только один ботик. И вот этот английский ботик середины 17 века и становится так называемым дедушкой русского флота. На самом деле ботиков, как я сказал, было два. Первый, вспомним вас, это английский, который отремонтировали, а второй, это уже по его образцу изготовленный самим Петром, его руками, точная копия первого. Второй ботик находится сейчас в специально отстроенном ботном доме, там же на Плещеевом озере его можно посетить, это один из первых музеев в России. Ботик английский находится в Петербурге. Он очень много путешествовал и в Москве на территории Кремля много лет стоял, так сказать, царь Пушка и царь ботик. Потом его из Москвы Петр забрал в Питер. Вообще, Петр очень любил этот ботик, он его сам, кстати, назвал весьма романтичный дедушка русского флота. Когда этот ботик перевезли каким-то образом из Москвы, из Кремля в Питер, его поставили на воду, он шел какое-то время своим ходом и устроили большой военно-морской парад и полторы тысячи пушек военно-морского флота России приветствовали первый ботик Петра, проплывающий мимо них. И Петр, прослезившись, говорил, видишь, дедушка, как встречают тебя твои подросшие внучата. Все это было очень романтично. Ботик этот поселился в Петропавловской крепости на суше, потом еще много раз его возили туда-сюда в Москву на выставки, в политехнический музей. Даже в конце 90-х 20-го века он пересекал океаны, естественно, на борту какого-то судна, принимал участие в американской выставке военно-морской. Сейчас это главный и самый важный, наверное, экспонат, самый почетный зала славы российского флота Центрального военно-морского музея имени Петра Великого в Петербурге. Придите, посмотрите, и вы увидите, как, в общем-то, с небольшой лодки, что такое 6 метров, это стандартная длина небольшой комнаты в панельном доме. Вот с такой вот лодки и начался военно-морской флот России, весь целиком, и подводные, и надводные, и тот флот, который является сегодня, наверное, одной из двух самых важных составляющих безопасности нашего государства наряду с ракетными войсками стратегического назначения. Целый пласт жизни молодого Петра связан с немецкой слободой в Москве. В прошлой лекции я немного этой темы коснулся, но тут надо объяснить еще раз, что такое немецкая слобода. Немецкая слобода или, как у нас ее называли в народе, Какуй. Какуй – это название ручья, который там протекал. Это не какая-то там кривая улочка с тремя домами, построенными на европейский манер. Немецкая слобода – это целый город в городе. Это такой Чайна-таун, наоборот. В весьма архаичной, патриархальной, полуазиатской Москве это просто кусок Амстердама, большой, огороженный стеной, с собственными улицами, площадями, с церковью или даже с церквями, где проживало около 20 тысяч иностранцев. Москва – большой город. Если общее население Москвы на тот момент 1200, то немецкая слобода – это 10-я часть Москвы. Можете посмотреть сейчас на карту и представьте себе, что такое 10-я часть Москвы в современной пропорции. Это полтора-два миллиона человек для понимания. Увезло с чем? С тем, что село Преображенское и Измайлово, вот тот восточный район Москвы, где жил Петр, это буквально две версты до немецкой слободы. Ну и зная с вами, как Петр любил пешие прогулки и с какой скоростью он пешком ходил, никто догнать его не мог. Две версты – это 20 минут быстрым шагом несколько раз в день ходить туда и обратно, даже не запрягая лошадей. В немецкой слободе живут иностранцы, не только немцы. Немцы – это, как все мы понимаем, это немые, те, кто не понимают по-русски. Немцами называли всех – французов, шотландцев, швейцарцев, шведов, голландцев, кто только там не селился, кто только не приезжал в Россию за длинным золотым рублем. Платили иностранным специалистам у нас отменно. И немецкий, французский, шотландский инженер, торговец, специалист, военный профессионал, мог отстегнуть очень многого. Гораздо больше, чем в Европе. Ну, конечно, не обходилось без предрассудков. Все-таки у нас страна патриархальная, православная, поэтому относились к иностранцам исторически с подозрением. Ну, например, иностранец не мог заночевать вне немецкой слободы. То есть он мог там по Москве свободно перемещаться по любым делам и личным надобностям, но ночевать он был обязан только в немецкой слободе, дабы не осквернять православный город своей латинской личиной. Не рекомендовано было иностранцам ходить в гости к православным. Ну, там все-таки красный угол, иконы, и тут этот латинянин. В лучшем случае литуранен. Нехорошо. Вот принимать у себя иностранцы русских могли, а заходить в старый добрый русский дом нехорошо. Как мы понимаем с вами, суровость ограничений законов в России всегда компенсируется необязательностью их исполнения, поэтому прекрасные иностранцы заходили в русские дома, чаевничали, и обедали, и ужинали. Я думаю, что и ночевали, конечно. Но формально все было очень строго. Петр бывал в немецкой Слободе регулярно. Сначала он был частым гостем у генерала Гордона, у Лефорта, веселый французский дебошан, как его называли, Лефорт. Вообще стал любимцем царя. Запросто Петра у себя принимал, вел его в круг местного общества, купечества, офицерства. Петр там же в немецкой Слободе на ходу, как говорится, культурно адаптировался, учил голландский, начинал перенимать европейские манеры. Например, он брал уроки фехтования, брал уроки верховой езды со всеми тонкостями, сложностями, и выездки, и конкура. Там он учился европейским танцем. Помимо голландского, там же он учил и немецкий язык. Он потом свободно абсолютно говорил по-немецки и по-голландски, немного по-французски. Там же он учился барабанному бою. Обучившись, очень этим гордился и любил, увидев, где бы то ни было потом на протяжении всей своей жизни барабан, тут же начинает демонстрировать разнообразнейшие барабанные трели. Это немного напоминает Бориса Николаевича Ельцина, который тоже, находясь, как мы знаем с вами, иногда в хорошем настроении, мог взять ложки. Он любил на русских ложках стучать, выбивая забавные ритмы. Такая за ним была слабость. Постоянным спутником Петра в немецкой слабоне становится его деньщик, друг, товарищ, соратник и ближайший впоследствии помощник Алексашка Менщиков. Ну, сразу скажу, что миф о том, что Менщиков был подобран на улице, где он торговал пирогами и был с самого дна московской басоты, не подтверждается никакими научными данными. Мы просто толком не знаем, откуда взялся Менщиков. Одна из наиболее правдоподобных версий, что это мелкопоместный бедный белорусский дворянин, которого как-то пристроили к Петру в деньщики. Он просто Петру полюбился. Тогда еще не было никакого белорусского дворянства, западно-русского, правильно сказать, дворянства. А что касается пирогов, это, конечно, потом знатные бояре, они, естественно, Менщиков ревновали и запустили такую утку. Есть нюанс, он связан с безграмотностью Менщиков, потому что не существует ни одного его документа, написанного от руки. Петр I, как мы знаем с вами, тоже грамотностью не страдал, его в детстве учили ужасно. От Петра есть огромное количество документов, я вам про это рассказывал, письменных. Многие из них вообще не изучены и даже не переведены на современный понятный литературный язык. Но Петр писал очень много. С чудовищной орфографией, пропуская гласные, вставляя ненужные твердые знаки, никаких знаков пунктуации, сливая слова, писал подряд слова русские, голландские. Петр сходил из того, что понимать его записи это проблема тех, кто читает. Быстро мысль свою излагал, экономя время, а там дальше разбирайтесь. По сей день специалисты разбираются. У Менщикова нет ни одного письма, есть только его автографы. Менщиков всегда диктовал, писали канцеляристы, а Менщиков расписывался аккуратно. Что порождает определенные подозрения, что он был безграмотен? Не знаю. Менщиков при царе находился практически безотлучно, всю жизнь. Человек был наделенный от природы, действительно острым умом, прекрасной памятью, кипучей энергией совершенно, незаменимый товарищ боевой. У него было качество, которое Петр в нем ценил. Он брался за любое дело. Вижу цель, не вижу препятствий. Он никогда не ссылался на невозможность не исполнить какое-то поручение. Все это в сочетании с его природными талантами и очевидной храбростью личной. Он все-таки боевой офицер. Дело его для Петра просто незаменимым. Это не значит, что Менщиков успешно совсем справлялся. Уже упаси. Я вот рассказывал вам, как Менщиков взялся за строительство Ладожского канала. Все там загубил своей безграмотностью и прочее. И таких загубленных дел у Менщиков было большое количество. Но во всем старался быть полезным. Коль мы говорим о немецкой слободе, нельзя не вспомнить еще и первую любовь Петра, наиболее значимую из его многочисленных фавориток, Анну Монс, дочь виноторговца из немецкой слободы. Это ровесница Петра, она не моложе его. По отзывам современников, была исключительной красавицей, хотя изображение не сохранилось. Петр познакомился с ней, когда ему было 18 лет. В том самом возрасте, когда гормоны бьют по полной программе. Познакомился через Лефорта, ей тоже 18, влюбился, влюбился. И хотя он к этому времени уже был женат, у него даже уже был ребенок, но к этому моменту отношения с супругой расстроились, и Анна надолго стала его фавориткой. Есть много разных мнений историков об Анне Монс. Ну, очевидно, первое. Помимо ее, собственно, личных, внешних качеств, красоты, на которые все ссылаются, скорее всего, она Петра не любила. Она ему была неверна. Много раз ему изменяла. Несколько раз это было доказано. Петр ее преследовал, судил, прощал ее, суд обвинял в колдовстве, чего там только не было. Ну, потом все равно прощал, потому что любил ее. Она Петра использовала, как могла. То есть тянула из него деньги по полной программе. Петр вообще был очень прижимист в отношении женщин. Как известно, у него от этих мистресс было немыслимое количество. Он с ними расплачивался, но расплачивался недорого, не по-царски. По стандартным тарифам, как с любой девушкой по нижней социальной ответственности. Вот тебе подарок, на тебе золотой червонец. Ни в чем себе не отказывай. К казне его любовные приключения, многочисленные, дорого не обходились совсем. Но Анна Монс что-то там из него тянула. То он ей дом каменный купил, то денег давал, то еще чего-то. При этом она была весьма неблагодарной гражданкой, потому что все время, зная отношение к ней Петра, пыталась как-то свою судьбу устроить и завести параллельные романы. Из известных Амур с послом Пруссии фон Кейзерлингом. Да амурились они до того, что фон Кейзерлинг набрался наглости и пришел к Петру. Петр уже не 18-летний мальчишка. И попросил руки его любовницы Анны Монс. Что там дальше произошло, мы не знаем. Знаем, что присутствовал при этом Менщиков. И Менщиков просто спустил фон Кейзерлинга с лестницы. Причем, видимо, еще его навалял довольно серьезно. Это большой скандал. Он все-таки посол. Фигура неприкосновенная. Был подан дипломатический протест. Менщикова посол вызвал на дуэли. Менщиков, конечно, ерундой заниматься не стал. Вызов отклонил. А публично всем объявили, что Менщиков здесь ни при чем. Просто посла побили караульные гвардейцы. Можете себе представить, осмелились бы караульные побить русского посла. Гвардейцев схватили, арестовали. И за оскорбление посла короля Пруссии приговорили их к смертной казни. Но тут прусскому королю Фридриху делать было нечего. Он же понимал, что это все обман, это все отмазки. И чтобы грех на душу не брать, он письменно гвардейцев помиловал и просил все обиды. Гвардейцев отпустили. Кейзерлинг затаил злобу. Но, видимо, все-таки был человеком упрямым. Анна Монс, наверное, девушка харизматичная. В итоге он все-таки женился на Анне Монс уже без разрешения Петра. И поехал через некоторое время после свадьбы, буквально через считанные месяцы, поехал в Берлин и по дороге умер. Говорят, был отравлен. Плохо относился Петр к любовникам своей любовницы. Про судьбу Монса и ее семьи можно писать довольно много. Все это весьма и весьма неприлично. Монс долго судилась с родственниками своего мужа, краткосрочного немецкого, за его имущество. Это имущество у него отсудило. Потом она, достигнув бальзаковского возраста, сама влюбилась в какого-то молодого немецкого офицера. Завещала ему все свои деньги. Умерла. Офицер этот унаследовал все ее имущество. Уже родственники Монс, такие же, видимо, скряги, как и она, стали судиться с этим офицером, что она неправильно ему это завещала, требовала все отобрать. Семейка была еще та, повернутая на деньгах. Кончилось это все довольно печально, как мы знаем с вами. Брат Анны Монс-Вильям будет казнен публично по обвинению. Было тысяча обвинений в чем угодно. Измена, казнократство, взяточничество. Но реальной причиной будет то, что он был заподозрен в афере самой государыни-императрицы Екатерины I при живом там уже Петре. В общем, нехорошая это была семья. И все у них там как-то с Петром не складывалось. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, говоря о молодых годах Петра I, в немецкой слободе, это так называемый всешутейший, всепьянейший собор. Это нравственная неурядица, как мягко называл это Ключевский. Совершеннейшее, жесточайшее, злобное пародирование всех обрядов православной церкви. В этом ищут и политический подтекст, в этом ищут антирелигиозный подтекст. Некоторые рассматривают это просто как такой затянувшийся веселый мальчишник, бесконечное пьянство с пародией на ритуалы православной церкви. Но это было довольно странное учреждение. Такой клуб, неформальный, но с письменным уставом, с детальнейше прописанным регламентом, со званиями и титулами всех участников клуба. Все эти звания и титулы были спародированы церковной должности. Князь Папой объявлялся пожизненно кто-то из приближенных Петра, первое время это было учителем, страшнейший алкоголик Никита Зотов. И в этом клубе, в этом всешутейшем, всепьянейшем соборе поклонялись не Господу Иисусу Христу как в церкви, а поклонялись Бахусу, поклонялись пьянству. И вместо молитвы занимались постоянным пьянством, шутовством, всякими гнусными пародиями на православные христианские обряды. До этого собора был постоянный глава, который носил титул князь Папа или святейший князь Папа и патриарх. Были архиепископы, была резиденция собора, там же в крепости Пресбург на Какуе. Устройство собора копировало и пародировало церковную иерархию. Дьяконы, архидьяконы, митрополиты, даже были игуменьи, женщины. Члены собора носили во время своих пьяных дебошей особые одеяния, которые представляли собой пародию на облачение священнослужителя. То есть, например, на митре князя Папы был изображен бог Бахус. У всех участников собора с подачи Петра были придуманы прозвища, их клички, которые, по словам Василия Ключевского, никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Я их тоже называть сейчас не буду, желающие могут посмотреть в интернете, там они отчасти есть. Это действительно впечатляет. Говорить про этот собор можно бесконечно. Можно говорить о Петре как о человеке, который надругался над канонами церкви, можно говорить как о затянувшемся мальчишнике, как неумной, глупой, безнравственной шутке. Проблема в том, что это не было только в молодости. Многие-многие годы этот собор собирался и устраивались вот эти пьяные вакханалии. Вообще, чтобы сочинить даже всю эту разветвленную иерархию, титулование, все это было очень складно, непротиворечиво. Для этого требовался в высшей степени творческий подход. Нужно сказать, неординарный склад мышления. Для России ничего подобного ни до, ни после не существовало. В 1694 году умирает мать Петра I, властная, волевая, совсем не старая женщина, даже по тем временам, всего лишь 42 года, Наталья Кирилловна. Фактически с этого момента Петр, которому 22 года, наконец-то становится полновластным хозяином в московском государстве. Некоторые историки говорят, что Петр фактически в три этапа становился государем московским. Сначала чисто формально в возрасте 10 лет, в 1682 году, когда его короновали на царство сначала как маленького царя Петрушу, как младшего царя вместе с Иваном. Затем второй раз он стал царем формально, в 17 лет, когда было пресечено регенство царевны Софьи. Тем не менее, никакого реального участия в управлении государством не принимал. Он все передоверил своим родственникам, властная мама, рулила правительство, распределяла бюджет. И вот клан Нарочкиных во главе с Натальей собственно и осуществлял руководство государством. Петр с 17 до 22, еще 5 лет, был предоставлен сам себе, немецкая слобода, потехи, преображенцы, самое начало строительства флота, ну и так далее, и так далее. Я напомню, что к этому моменту Петр уже один раз съездил в Архангельск, страстно желал увидеть Большое море. Ведь флот Петра Первого поначалу это Плещеево озеро, там можно ходить под парусами на небольших кораблях, там можно управлять ботиком или даже ботиками, там можно попрактиковаться, но все-таки что такое Плещеево озеро? Это небольшая вода, это не море. А Петр буквально заболел морем. В тот момент единственный полноценный порт, через который осуществляется внешняя торговля в России, это Архангельск, со всеми вытекающими из этого понятными минусами. Представляете себе вот это вот транспортное плечо, как идут торговые суда из Архангельска в Европу, через Белое море, вокруг Норвегии, затем Британия, ну и дальше либо в Голландию, либо в Германию, либо еще дальше вокруг Европы. Эта торговля невероятно неэффективная по транспортным издержкам. Ну и Архангельский порт, просто небольшой локальный порт, он принимает в год, ну может быть, 40-50 торговых судов, совсем немного. Ни Амстердам, ни Лондон. Петр едет в Архангельск, пытается построить там, либо заказать в Голландии несколько судов военных, как я вам в прошлый раз рассказал, попадая там в морскую переделку, чуть не утонул. На обратном пути Петр серьезно заболел. Болел настолько тяжелый, что уже всерьез начали беспокоиться о том, что если Петр умрет, что будет дальше с государством, тогда на троне останется один Иван, слабый государь и вообще делами не занимается, значит опять вернутся Милославский. Все пойдет по-старому. Чем заболел Петр, мы не знаем. Описания этой болезни очень запутанные. Есть версия историков, что Петр заболел клещевым энцефалитом ни много, ни мало. Долгое время находился на грани жизни и смерти. И именно после этой тяжелой архангельской болезни у Петра и появится вот этот вот страшный тик, который будет преследовать его всю жизнь, то ослабевая, то обостряясь. Тик, переходящий в судороги, во временную потерю сознания и в такую своеобразную форму эпилепсии. Я говорю своеобразную форму, потому что не все признаки эпилепсии у Петра присутствовали. Так либо иначе, остался жив все-таки могучий организм, невероятный иммунитет, без всяких антибиотиков, болезнь побороли. Кстати сказать, все те суда, которые были построены либо приобретены в Архангельске, по-моему, пять или шесть военных кораблей, это не прародители современного Северного флота. Россия, они все были со временем переоборудованы в торговые суда, потому что никакого смысла содержать военный флот в Белом море не было. Но тем не менее, создав в Архангельске некую версию флота, Петр возвращается в Москву, и здесь он хочет увидеть полноценную армию. Первое, что организует Петр, это так называемые Кожуховские маневры. Это большие маневры. Естественный вывод, который получает Петр после этой грандиозной, совсем неподешной баталии, заключается в том, что наконец-то у России есть не только флот, несколько корабликов на севере, но у России есть теперь и армия, и этой армией можно всерьез повоевать. С кем воевать? Понятно, с кем? С Турцией. Тем более, что с Турцией у нас война формально не прекращалась. Я напомню, что еще при отце Петра, при Алексея Михайловиче, вокруг спорных территорий в месте современной Украины долгое время с переменным успехом шла русско-турецкая война. Потом Россия обрела союзников в лице Австрии, Венеции и Польши образовалась так называемая Священная Лига, и чтобы выполнить свои военные обязательства фаворит Софьи, ну, фаворит или не фаворит, фактически руководитель правительства Голицын совершит аж два крымских похода против турок, оба не очень удачных. Эти походы будут стоить больших денег казне, не достигнуть никаких целей совершенно, ну, если мы будем их рассматривать как просто демонстрацию союзнических обязательств, перед Европой. Может быть, хоть какой-то смысл в этом был. Ну, в любом случае, Василий Голицын не был великим полководцем. Крым он, по сути, даже не зашел. Ну, вот с той поры отношения между Россией и Турцией, это состояние войны, просто боевые действия не ведутся, а война есть. Какие на этот момент вообще в Европе расклады? Что из себя представляет европейский политик на момент 90-х годов 17-го века? Европа уже выбралась в средневековье. Middle Ages средние века ушли в прошлое. Германия и Италия в современном понимании не существуют. Вместо них конгломерат больших и малых княжеств, маркграфств, свободных и полусвободных территорий, городов, ну, и так далее. Германия вместе с частью Польши и современной Чехии формально образует Священную Римскую империю германской нации. У выбранного императора вроде бы высокий статус, но в реальности ему никто не подчиняется. Подчиняются ему только если захотят. На востоке Европы две большие, но тоже внутренне довольно рыхлые державы. Это Австрия. Почему я говорю на востоке Европы? Австрия по-немецки, извините, мой немецкий, его нет, звучит как Ост-Райх или Ост-Рейх. То есть восточный рейх, восточная держава. Она контролирует большие территории, отчасти Венгрии, отчасти славянских государств, отчасти Балкан, ну и плюс еще речь посполитая. Огромное, густонаселенное, но политически тоже очень рыклое государство, включающее в себя часть современной Польши, часть современной Украины, Белоруссии, Литвы. В общем, это очень большое и очень развитое государство на тот момент. Ведущие державы того времени Британия и Франция, но их границы тоже сильно отличаются от современных. Начну с Британии. Во-первых, Шотландия – это еще независимое государство. При этом Франция всячески мутит в Шотландии воду, шотландские стрелки служат французским королям, шотландские дворяне разбегаются по всем странам Европы, кстати, и в Россию едут тоже. Тот же Патрик Гордон, любимец Петра, шотландец. Мария Гамильтон, в будущем одна из возлюбленных Петра Великого, тоже происходит из шотландского рода. На севере Европы Шведская империя. Швеция владеет частью Норвегии, всей Финляндии, частью современной России, Карелии, Ленинградской области, княжествами на севере Германии, частью Прибалтики и вообще старается прибрать к рукам как можно большую часть речи посполитой, то есть современную Польшу и Украину. Конечно, Швеция по населению, по экономике не ровне Франции, но, тем не менее, это мощная держава. Кстати сказать, официально Шведская империя существовала с 1611, больше ста лет, по 1721 год. И в Европе полагали тогда, что пришедший к власти в конце 17 века совсем молодой еще, 15-летний Карл XII, король слабый, при нем Швеция станет легкой добычей. Карл окажется совсем не слабым королем, а полководцем, в общем-то, очень талантливым. Парадокс истории, свое геополитическое величие, Шведская империя раз и навсегда потеряет именно при нем. Что из себя представляет московское государство? Это страна без выхода к морю, фактически замкнута внутри себя. Единственный порт Архангельск, далеко на севере, он замерзает, плыть из Архангельска надо вокруг Скандинавии, по еще более холодным морям, не буду повторяться, но это торговый путь для экстремалов. Берега Черного моря заняты Турцией, ее союзником, Крымским ханством, точнее говоря, ее вассалом. Но даже если отвоевать Черное море, о чем русские тогда даже не мечтали, из него не так-то просто выйти в Средиземное, потому что, опять же, Босфор и Дарданелло, и Турция мощное государство, турков реально в Европе очень боялись. К Балтике, даже к Финскому заливу у России выхода не было. Владения Швеции тянулись по всему южному побережью моря, занимая почти всю территорию современной Ленинградской области, всю Эстонию, почти всю Латвию и так далее, упираясь во владения Пруссии. Для чего выход к морю? Чтобы любая торговля, любой товарообмен между государствами имел хотя бы какой-то экономический смысл. Без этого приходится все товары перепродавать иностранным посредникам, теряя огромную часть прибыли и это делает экономику неэффективной. Вся жизнь через море. Другого выхода на международный, на мировой рынок, кроме как через море, у России просто нет. Или она обречена находиться где-то там на экономических задворках Европы. Варианты выхода к морю два. Первый воевать против Швеции, то есть попытаться отбить у Швеции те земли у берегов Балтики, которые когда-то были русскими, однако были утеряны. Второй вариант воевать против Турции. На тот момент внешнеполитические советники Петра I составили такую дорожную карту, как у нас в Медии говорят. Легче и проще выйти к морю через юг, через турецкие владения. Для этого надо сначала отвоевать Азов. Азов-то большая крепость, на самом деле крепость оборонительная, которая препятствует выходу с Дона в Азовское море. Затем начать доминировать в Азовском море, отвоевать Керчь. Керчь блокирует Керчевский пролив, и выход далее в Черное море. Но уже выйдя в Черное море, можно размахнуться, дальше уже прорываться в море Средиземное. Внешне выглядел момент подходящим, потому что Турция была занята, она воевала активно с Австрией, у нее недавно сменился султан в очередной раз, и советники Петра I полагали, что это удачный момент для возобновления боевых действий с Турцией, и как минимум обеспечения через две победы, через Азов и через Керчь, обеспечения прорыва в Черное море. Подойти решили с серьезной военной хитростью. Было объявлено, что русское войско заново пойдет воевать Крым. Все, что не достиг Василий Голицын, Петр эту победу все-таки вырвет, все-таки накажет Крымское ханство. собралась целая армия под руководством, если мне память не изменяет, графа Шереметьева, была отправлена в сторону Крыма, однако это была не настоящая армия. Она должна была изображать из себя основные воинские силы. Такая обманка. На бумаге все это выглядело очень хорошо. При этом основные силы русских предполагалось спуститься по воде, по Дону и неожиданно нападут на Азов. На бумаге все выглядело идеально, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, потому что выяснилось, что очень тяжело все с военной организацией. Поставщики подводят. Те струги многочисленные, которые построили для спуска по воде к Азову, некачественные, там разваливаются, тонут по пути. Плохие. Начался падеж лошадей. Соответственно, нет кавалерии. Пушки, которые грузили на эти струги, стали с пушками тонуть, пришлось их тащить вручную вдоль берега Дона. Предполагался такой близкрих сразу, резко, за пару недель напасть на Азов. В итоге спускались от постоянного места дислокации в верховьях Дона к Азову почти два месяца, при том, что армия была разделена на несколько частей. И первой дошла та часть, которой, кстати, командовал помянутый шотландец Гордон, Патрик, та, которая просто шла по суху. Вот она через два месяца до Азова дошла, еще ждали какое-то время, когда приплывут незатонувшие к этому моменту струги с оставшимся войском и самим Петром Первым. В общей сложности собралось тысяч 30 человек. Петр Первый, который был при армии, формально армией не руководил. Он числился бомбардиром, то есть артиллеристом в одном из полков. В дальнейшем Петр будет не официальным руководителем в русской армии, а всегда будет формально на вторых ролях под псевдонимом такой у него был стиль. Руководителю армии было целых три. Кстати, довольно тяжело они друг с другом договаривались. Там Гордон и еще двое русских генералов. Азов это оборонительная крепость, которая запирает выход из Дона в Азовское море. С двух сторон Дона находились две башни таких больших, как прямо в классической средневековой фортификационной системе, прямо как в кино. Я думаю, те, кто любит исторические фильмы, видели, а между ними на вот этих вот колесах огромных наматывалась и спускалась толстенная цепь. Если эта цепь опускалась вниз на дно реки, корабль мог проходить. А если эта цепь поднималась, соответственно, путь к кораблю преграждался. Прорвать эту цепь деревянное судно не могло, перекусить его нечем, прострелить, взорвать тоже, соответственно, на воде невозможно. И вот тогда судна эти тормозились, их можно было из пушек из этих башен расстрелять. Крепость Азовская была каменная, но вокруг нее был еще вал, то есть второй уровень укрепления земляной, который препятствовал артиллерийскому обстрелу крепости с земли. Перед валом был довольно глубокий ров, частокол, в общем, такая хорошая, серьезная крепость. 7 тысяч профессиональный турецкий гарнизон. Честно говоря, ни разу там не был сам. Мечтаю съездить посмотреть, говорят, какие-то остатки азовских укреплений существуют и по сей день. И вот, когда Петр к этой крепости подошел, тут и сказалась вся дезорганизация русского войска, потому что одно дело потешные маневры, а другое дело штурм, ну, если не измаило, более-менее приличной турецкой крепости. Сначала казаки с лету эти башни взяли, дорогу освободили, можно было выйти через Дон в Азовское море, но выходить-то было некому, ну, не на струках же этих весельных. Блокады со стороны моря не получилось. Стали обстреливать крепость, артиллеристы были плохие, плохо обучены, никакого ущерба принести они крепости не могли. Плюс сказывалась низкая дисциплина, слабая подготовка офицерского корпуса. Пару раз предприняли массовый штурм, ну, штурм какой. Солдаты кричали «Ура!», громко стреляли, но лезть на стены особо не хотели. Все это было сумбурно, один раз только. Батальон преображенцев в крепость ворвался, не только на стены, прямо вовнутрь, но подмога-то не пришла, поэтому постояли, постояли, поотстреливались, пришлось уходить из крепости обратно. Ничего со штурмом не получалось. Более того, произошел большой конфуз, потому что в русском войске, как полагается, после обеда все спали. Не просто спали, но, видимо, как-то еще и проблемы были с боевым охранением. Поэтому турки совершили неожиданно после обеденную массовую вылазку, перебили довольно большое количество заспанных наших солдат, плюс еще утащили с собой штук 10 пушек, что было совсем позорно уже. Большой-большой конфуз. В конце концов, простояв у стен Азова несколько месяцев, в октябре 1695 года тайно, не зажигая огней, без барабанного боя, войска отошли. Осада была тихо снята. В Москве, конечно, изобразили. Это как большую победу. Да и везде так принято. Петр I прошел по улицам Москвы победным маршем. Провели вслед за знаменами колесницами одного единственного пленного турка. И после этого сразу начали готовиться к следующему походу. Вот именно в этот момент проявилось лучшее качество Петра I, на мой взгляд. Это его абсолютнейшее позитивное упрямство. Действительно, качество великого человека. Петр не упал духом, не расстроился, но он как будто вдруг, как писал Сергей Соловьев, вырос от беды, обнаружил изумительную деятельность и предпринял массу усилий, чтобы загладить неудачу и добиться успеха. Вот этот прилив энергии после неуспеха, не достигнув чего-то, Петр с невероятным упрямством повторял усилия для дальнейших действий, пожалуй, одна из самых характерных, ярких и сильных черт этого удивительного человека. Это будет повторяться потом не раз, и в войнах, и в проведении реформ, и вообще во всем. Всякую неудачу Петр будет воспринимать как личный вызов и реагировать соответственно, действовать в том же направлении, но еще более энергично, всегда вперед и только вперед. Я затронул личные качества Петра I, сделаю здесь небольшое отступление, потому что к этому моменту Петру 23-24 года, его характер в основном сформирован. Расскажу еще о нескольких чертах и о здоровье Петра. Вообще, у Петра была плохая наследственность. Если мы посмотрим на его отца, на деда, они оба умерли в не старом возрасте. У них у обоих были, видимо, большое количество наследственных проблем. Дети, особенно мальчики, рождались очень болезненными, вот дочери рождались здоровыми, а мальчики не очень. Петр, несмотря на всю свою физическую силу, болел часто, болел постоянно. Я уже рассказывал об его нервном тике, который сопровождал его всю жизнь. Есть несколько версий историков, откуда это все появилось. Наиболее известная версия, то, что мальчика напугали в 10 лет во время стрелецкого бунта. Версия не стопроцентная, поскольку нет никаких доказателей, что с 10 лет и до 20-25 этот нервный тик как-то в нем присутствовал. Все описания этих судорог Петра относятся к более позднему периоду, когда ему там 20+. Есть версия, что это у него наследственный синдром. По-моему, он называется синдромом Туретта, я могу ошибаться. Наследственное заболевание неврологического характера, одним из признаков которого является как раз судороги на лице. Но есть там еще и масса других качеств, и проявления, о которых я скажу чуть позже. Ну и третья версия, что, как я сказал, это клещевой энцефарм, которым, возможно, Петр переболел в возрасте 21 года, возвращаясь из Архангельска, частичными последствиями которого были как раз полуэпилепетические припадки. Какие медицина современная видит проявления синдрома Туретта? Очень интересные. Помимо внешних припадков. Повышенная интенсивность умственной деятельности, то есть люди, болеющие поднобным синдромом, как правило, обладают очень быстрым и эффективным умом. Петр действительно думал невероятно быстро, принимал решения, еще был человеком фантастической, интенсивной мозговой деятельности. Расскажем потом о том, сколько он издавал указов, как много работал. Гиперактивность. Петру не сиделось на месте, он все время в движении. Если он ходит, то ходит с невероятной скоростью, за ним никто не успевает. Он все время в дороге, все время куда-то скачет. Если он едет в карете, в воске, он что-то диктует, пишет какие-то указы на коленке. Он все время работает. Это невероятное упорство, одна из важнейших черт Петра Первого. И, наконец, еще тоже некоторые врачи отмечают, что свойством подобного синдрома является резкая смена настроения, то есть, быстрый переход от безудержного веселья к депрессии. Мы тоже у Петра будем это часто довольно наблюдать. Петр очень любил физический труд, и он все время очень много работал, чем удивлял государей своих и современников. Петр любил зрелище, он любил фейерверки, он любил парады, он любил морские парады, то есть, все действия, в которых можно активно лично участвовать. В то же время наблюдательные вещи ему не нравились. Если говорить современным языком, то вряд ли бы Петр был киноманом, потому что ему нравилось делать кино, ему нравилось быть главным героем в фильме, но сидеть и смотреть чужую работу, чужое действие, чужую историю, его это мучило страшно. Много-много лет спустя во время визита в Париж Петра отвели в оперу. Французская опера, красота. Петр просидел с трудом минут 30, потом вскочил и куда-то убежал. Не мог он сидеть долго на одном месте. И, кстати, никогда не интересовался ни театром, ни оперой. Какие только западные новшества Петр не пытался приложить к русской почве и к русской реальности, но вот только не театр. Это действие ему совершенно не нравилось. Нравилось участвовать. Если бы его пригласили на сцену, может быть, тогда бы ему это понравилось, а смотреть это неинтересно. Есть много воспоминаний про то, как Петр, участвуя в застольях, длинных посиделках за ужином, ну, буквально каждый 20-30 минут вскакивал из-за стола, либо ходил по комнате, либо даже выбегал на улицу, что-то делал, отдавал какие-то указания. Именно с этим, наверное, связана его любовь к ассамблеям, вот этим, к танцевальным вечерам, потому что на ассамблее не надо сидеть за столом. На ассамблее быстренько там перекусил, выпил, и тут же танцуешь, ходишь, разговариваешь, общаешься, не сидишь на месте. Его гиперактивность, его стремление все делать своими руками, даже когда его приводили потом впоследствии, популярная была вещь на Западе, анатомический театр, как правило, лежал какой-то труп, этот труп вскрывали в присутствии зрителей, и дальше врачи, патологоанатомы, как бы сейчас сказали, сотрудники морга рассказывали, как устроено человеческое тело, что внутри, как это все работает. Было такое познавательное зрелище вполне в духе нового времени, хотя, думаю, не всем современным девушкам, не говоря уже о детях, это бы понравилось. Петр очень этим интересовался, его интересовала медицина, анатомия. Но Петр не мог сидеть на месте и долго смотреть, как ему все это рассказывают. Он выбегал сам, говорил, так, покажите, дайте я сам разрежу, как это правильно вскрывается, так вот, а это что здесь находится? То есть смотреть за чужой работой ему было не так интересно, как тут же брать в руки инструмент. Это, кстати, плохое качество, но не каждый так может. И тут же попытаться работу повторить вслед за мастером. Неотъемлемой частью этого состояния Петра было его невероятной, зачастую неадекватной поводом приступы бешенства. Петр мог с чего-то начинать заводиться, 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 потом приходить в полное неистовство, фактически теряя контроль над собой. Все-таки это очень сильный, двухметровый человек, вот ему все ниже плеча. мог наброситься с кулаками на своих самых близких людей, избивая их, мог выхватить шпагу, наносить ей удары плашмя. Есть даже пара описанных случаев, когда он фактически заколол в беспамятстве случайно попавшихся ему под руку людей. Есть невероятная история, как он в этом припадке бешенства сбил с ног и избивал ногами своего учителя Франца Лефорта, к которому он относился с бесконечным уважением, потом, придя в себя, вымаливал у него прощение. Ну, это тоже факт. Петр терял самообладание. И только самые близкие люди могли в этот момент броситься ему на руки, на плечи, попытаться его обуздать, успокоить, тоже рискуя попасться ему под горячую руку. Впоследствии уже я об этом рассказывал в цикле лекции про Екатерину Первую как императрицу. Впоследствии только его супруга будущая Екатерина обладала уникальным даром, как только у Петра начинался приступ, как только его лицо начинали искажать гримасы, она тут же подсаживалась к нему, обнимала его. Для Петра эти приступы были тоже физически очень мучительные. Он плохо себя чувствовал в этот момент. Вот она его обнимала, он уже повзрослев понимал, что ему сейчас будет плохо. Она клала его голову на колени, начинала что-то ему ласково говорить, расчесывать его волосы. Петр не носил парик, он носил длинные волосы, у него такие каштановые вьющиеся волосы, красивые у него были. Она расчесывала его волосы, гладила его по голове, Петр успокаивался, затихал, затихал и засыпал. И так он мог спать у нее на коленях и час, и два. Просыпался он прекрасно себя чувствуя, как будто никакого приступа не было. Опять полный сил, будто он поспал там 8-9 часов. Вот таким удивительным даром успокоения обладала его будущая супруга. Как я сказал, Петр любил физический труд и за свою жизнь изучил очень много ремесел. биографы собственно даже сбиваются со счета то ли 14, то ли 20. Он был человеком полноценным многостаношником. На море он умел все, он мог своими руками построить корабль. Он был отличным штурманом, хорошим капитаном, мог исполнить любую профессию на большом военном либо торговом корабле. Спектр его интересов невероятного. Он интересовался физикой, химией, астрономией, геологией, географией, палеонтологией, медициной, анатомией, даже стоматологией. Об этом есть масса забавных историй пока время отдельно. Хорошо разбирался в инженерном деле, но что касается военного дела, то владал массой профессий. От артиллериста до военного инженера. Его бытовые привычки, его бытовой аскетизм обожаем всеми поклонниками Петра. Наверное, более аскетичен, чем Петр, был только его извечный геополитический конкурент, шведский король Карл XII. Также мог где угодно спать, бесконечно находиться в дороге, носить самое простое платье, быть предельно доступным для любого солдата и офицера. Единственное, что Карл XII еще не интересовался совершенно женщинами, то есть для него не существовало этой части жизни. Ничего плохого не подумайте, мужчинами он тоже не интересовался, ну просто ему было не до этого, его интересовала война. Но Карл XII еще не пил и не курил, в отличие от Петра. Опять же, самая простая одежда, никаких кружев, никаких шелковых платков, никаких изысканных конзолов, никакой дорогой обуви. Петр I предпочитал обычные сапоги, куртки из грубой материи, штаны. В этом отношении Билл Гейтс, Стив Джобс, который носил все время какие-то черные водолазки, или Цукерберг, у которого есть капсульный гардюр. Как известно, из 10 одинаковых маек, 10 одинаковых джинсов, 10 одинаковых свитеров, а может быть даже меньше, мы не знаем, всегда одет одинаково. Петру было лень тратить свою энергию до всяких глупостей и переодевания. При этом нельзя не отметить еще одну замечательную черту. Был человеком необычайной личной скромности в плане трат. Петр всю свою жизнь играл в получение зарплаты. Он табель о рангах прошел сам и дослужился по-моему до полковника. Фельдмаршалом Петр не был. Присваивая себя за очередные успехи воинское звание, Петр получал жалование согласно табели о рангах. Есть записи, что в качестве полковника он получал где-то рублей 200. Неплохие деньги по тем временам, но ровно столько, сколько получали другие русские полковники, ни больше, ни меньше. И он вел учет тщательно, записывал, что из этих 200 рублей столько-то алтын отдать тому-то на что в водке, тому-то на такие-то услуги и оплаты, починку кафтана 5 копеек тому-то. Интересная история. И в этом отношении Петр I проявлял, как говорят его недруги, поразительную мелочность и тратил свое время на какую-то полную ерундистику. А вот те, кто Петра любят, говорят, вот видите, целый царь, а жил зарплату и тщательно эти деньги считал. Это, конечно, не так. Он гораздо больше тратил денег, чем полковничная зарплата, но, тем не менее, цену вещам знал прекрасно. И обдурить его было очень тяжело. Говоря о том, как Петр контролировал собственные расходы, нельзя не сказать и о том, что он вообще был маньяк контроля абсолютный. У меня у одного знакомого, крупного предпринимателя в кабинете висело такое высказывание на стене, чтобы каждый это видел. По-английски это звучит «Power is nothing without control». Не помню, кто автор. «Власть – это ничто без контроля». Вот эта фраза могла бы стать абсолютным девизом по жизни Петра I, потому что он считал, что его власть без контроля – это действительно ничто и контролировал все и вся. Каждый указ Петра – это детализированнейшая роспись, что делать, кому, кому, как, когда. И здесь Петр погружался в невероятные нюансы, желая каждому объяснить, как должно исполняться то, либо иное его указание, но, естественно, контролировать это в мелочах. При этом, с одной стороны, представьте себе масштаб личности, грандиозная задача, которую будет решать Петр – перевернуть самую большую державу на свете, поднять ее на дыбы, полностью перезапустить по-новому, а с другой стороны, мельчайший контроль кому, что, как делать, как сеять, как жать, какие использовать инструменты сельскохозяйственные, как строить дома, как гнать самогон, как шить одежду, ну, не говоря уже там, какие прически, какие носить усы, как стричься, какая борода, вот это все в мелочах предписывалось царскими указами. Я сказал, что главная черта Петра позитивная, невероятное упрямство и упорство в достижении цели, а, наверное, главная черта его вообще, это, конечно, поразительная противоречивость. Сложно представить в нашей истории фигуру столь же противоречивую, как Петр. Мелочность, учет каждого алты на каждой копейке и невероятный объем решаемых задач. С другой стороны, гигантская необъятная власть и абсолютное величие, он только перед Богом отвечает, он вообще никому не подотчетен, а при этом абсолютнейшая доступность, доступность невероятная, мог запросто общаться с человеком любого статуса, любого положения, любой профессии, любого материального достатка, если этот человек был ему чем-то интересен, если это был хороший мастер, толковый матрос, сообразительный солдат, человек, который чем-то Петру может быть полезен донести до него что-то новое. Более доступного монарха в нашей истории пожалуй, никогда и не было. Он даже на любом формальном мероприятии не терпел никакого протокола. Вот он приходит на дружеский ужин, садится никогда не во главу стола, а где-то там посерединке, среди гостей, по панибраске, со всеми. Опять же, в любую секунду может выбежать, с кем-то поговорить, что-то обсудить. Такой невероятный демократизм с одной стороны, невероятное величие с другой. После первого поражения под Азовом мы видим рождение великого государя, рождение действительно лидера. Петр отступает от Азова в октябре 1695 года. Сразу после этого фальш-парада о победе всю зиму происходит подготовка к следующему, к повторному штурму. Строится огромное количество новых лодок, мобилизуется новое войско, готовится новый офицерский корпус, собирается артиллерия, ведется интенсивная подготовка к реваншу. Уже через несколько месяцев, в марте следующего года, новые силы выступают из Москвы, переправляются через АКУ и отправляются в Воронеж, где должны пересесть на вновь построенные корабли. Что было сделано за зиму? Было построено более тысячи новых стругов, плюс несколько больших галер, плюс четыре полноценных корабля Брандера, которые должны были пугать турецкое войско в том случае, если турки решат по морю подойти к Азову, помочь деблокировать эту крепость. Основательность этого похода совершенно не похожа на первый поход. Если первое войско удалось собрать около 30 тысяч солдат, то к комплектованию второй армии Петр подходит по-новому. Объявляет, что каждый записавшийся в солдаты, крестьянин получает личную свободу. Все. Очень быстро к Петру тянутся все новые и новые люди. Ему удается за зиму собрать уже вдвое больше 70-тысячную армию. На этот раз вводится единое началье. Петр по-прежнему в тени. Новым главнокомандующим назначается боярин Шейн, который командовал теми самыми преображенцами в первый поход, к которому удалось ворваться на территорию Азовской крепости. Он хорошо себя проявил и становится единым командующим объединенной армии. На этот раз, подойдя на кораблях, стругах и галерах к Азову, сразу же блокируется возможность помогать крепости со стороны Азовского моря. Из Керчи потом прибудет некий десант с припасами, с несколькими тысячами солдат, однако этому десанту так и не удастся прорваться. Перед крепостью строится еще одна насыпь, второй вал. На этот вал устанавливаются пушки, которые начинают с высоты систематично обстреливать Азовские укрепления. При этом постепенно засыпается внешний ров, постепенно захватывается внешний вал перед крепостью, стены разрушаются, артиллерии, становится очевидно, что крепость не удержать. В результате, не дожидая штурма, весь турецкий гарнизон капитулирует и запрашивает условия почетной сдачи. Я хочу рассказать об одном очень интересном эпизоде, который как нельзя лучше характеризует истинный характер Петра Первого. Эпизод, казалось бы, мелкий, но важный, для того, чтобы понимать Петра как человека. Во время Первой Азовской кампании за год до этого среди перебежчиков были такие, естественно, которые перешли на турецкую сторону, был и один иностранец. Не знаю, кем он там служил, солдатом, мастеровым, совершенно никому. Неценный человек, звали его Янсен, по-моему, Ян Янсен, он был из Голландии. Факт этого побега из лагеря очень возмутил Петра Первого. Не только потому, что бежал его человек, не только потому, что это был иностранец, неплохо оплачиваемый, но и потому, что этот иностранец как бы дважды изменил вере. До этого он из карьерных, видимо, соображений перекрестился в Москве в православие, перейдя на русскую службу, а перебежав к туркам, он перекрестился из православия в магометанство, совершил двойную измену не только государя, но и измену веры. Более того, по слухам, именно этот перебежчик Ян Янсен и выдал страшную военную тайну, рассказав туркам о том, что русские имеют обыкновение спать после обеда, и, видимо, показав им в лагере какой-то наиболее неохраняемый участок, через который турки совершили известную конфузную вылазку, перебив большое количество наших солдат и захватив артиллерию. Прошел год, Петр не забыл этого предателя и потребовал выдачи, как было тогда сказано, изменника или вора Ярошки. И вот за этого вора Ярошку шел страшный торг. Дело в том, что турки выдавать его не хотели, потому что он стал их единоверцем, а выдавать единоверца это в исламе совсем нехорошо. Но Петр твердо стоял на своем и говорил, что не выпустит турок из крепости, если вор Ярошка не будет ему выдан. Ну, в конце концов, соображение собственной безопасности у турок победили стремление покрыть вора Ярошку, новоиспеченного мусульманина. Они его выдали. Этот Ярошка уже после того, как войско Петра с подлинным триумфом прошло по Москве, вернувшись из похода, ехал на позорной карете, по-моему, даже в клетке, в челме, на потеху всей публике и был предан страшной казни, его колесовали. О чем это говорит? О том, что Петр мог простить, и потом это много раз подтверждалось. Кого угодно и за что угодно. Он прощал воровство, он прощал мздоимство, он прощал трусость на поле боя, он прощал ошибки совершенные. Если он считал, что этот человек ему полезен и заслуги больше, чем нанесен на ущерб казне, государству. Вспомните историю с Менщиковым, сколько раз он будет колотить его палкой, но прощать. Петр готов был прощать, но он не прощал никогда одного. От Янсена, вора Ярошки, до Мазепы, мятежных стрельцов, до Софьи, он не прощал измены. Он совершенно был нетерпим к предательству. Это поразительное качество Петра I, которое мы будем наблюдать на протяжении всей его жизни. Запомните эту историю. Вскоре после взятия Азова Петр тут же утвердил план новых укреплений. Крепость была сильно повреждена артиллерией, ее стали перестраивать. Плюс ко всему, поскольку Азов не имел удобной гавани, то в июле 1696 года неподалеку, относительно неподалеку, на так называемом Тагане-Мысу было выбрано место и основан новый город. Город этот будет называться Таганрог. Город, который чуть не станет столицей России. Если бы Петр в конце концов остановился на южном векторе, не стал бы воевать со Швецией и биться за выход к Балтийскому морю, то Таганрог имел все шансы для того, чтобы стать новой русской столицей. Какие выводы сделал Петр после взятия Азова? Один из главных это насколько полезно иметь хороший флот, флот, который может помогать армии решать боевые задачи. Поэтому тут же в Воронеже началось строительство военного флота. Длится это будет очень долго. Будет принято специальное решение, проведенное через Боярскую думу, выделено огромное бюджетное ассигнование, введен новый налог на строительство флота, будут создаваться специальные кумпанства в порядке обязаловки. Фактически строительство флота обернется для нашей страны огромными дополнительными финансовыми расходами. Строительство будет невероятно масштабное. В общей сложности за 15 лет построят более 200 судов на Воронежских верфях, среди которых будут несколько больших линейных кораблей. Вырубят вековой тысячелетний лес вокруг Воронежа. Но, к большому сожалению, вся эта затея с Воронежским флотом будет абсолютно бессмысленной, потому что была решена только первая задача выход в Азовское море. Флот этот мог плавать только по этому небольшому морю. Керчь мы не взяли, Керченский пролив будет еще на долгие-долгие десятилетия для русских закрыт, поэтому даже выхода в Черное море наш флот не получит. Ну, вот там, плавая по Азову либо по рекам, этот флот постепенно придет в негодность. Все эти колоссальные финансовые усилия, которые потратит Московское государство на создание громадного Воронежского флота, обернутся ничем. Если искать плюсы в этой затее, можно найти, собственно, только два. Первый плюс. На этих верфях набивали руку, проявляли себя новые кадры, кадры судостроительные, кадры военно-инженерные. Как-то тренировались на этих кораблях офицерские кадры, военно-морские. Но, опять же, если судить по затратам и по результату, я, честно говоря, говорю сейчас лично за себя, считаю эту затею одной из самых неудачных затеи Петра, поскольку приложи эти усилия, приложи эти деньги и эти средства к чему-то более полезному, наверное, можно было добиться большего. Весь мир так и не увидел этого Воронежского флота, потому что один-единственный раз, по-моему, этот флот попытался проплыть в Константинополь с дипломатической миссией с целью показать туркам, что у нас есть вот такой вот большой флот. Турки его не пропустили, отсекли, разрешили пройти Константинополь только одному посольскому кораблю. Корабль приплыл в Константинополь, это был большой многопущенный корабль, по-моему, где-то уже в 1699 году. Турки так посмотрели на него, сказали, да, какое диво, какие большие корабли появились у русских, мы и не знали. Ну, собственно, и все. Больше никаких военных задач, ни военных, ни торговых, к сожалению, этот флот не решил. Поэтому дело было бессмысленное, однако, в общем, русский мужик-то он силен задним умом. Если бы Петр знал, что это не будет иметь никакого смысла, может быть, он этого и не делал. А вот на тот момент затея строительства гигантского флота в Воронеже казалась ему очень удачной. Есть из этой истории еще один. Косвенно, как бы сказали, сейчас плюс. Затея строительства флота, затея большие внутренние реформы, Петр четко осознал, что ему не хватает специалистов. Ему нужны новые кадры. Собственно, фраза про то, что кадры решают все, ее не Осип Виссарионович придумал. Она испокон веков была известна. Петр, собственно, мог бы тоже под этим подписаться. Поэтому сразу же после начала строительства флота Петр отправляет несколько десятков первых дворян учиться корабельному, морскому, инженерному делу в Европу. Вслед за этим вскоре, он затевает и другую, невиданную доселе в Россию историю с отправкой в Европу так называемого Великого посольства. Ни до, ни после Петра ни один правитель не предпринимал ничего подобного. А что это было за посольство? Насколько оно было великое? Как долго это посольство путешествовало по Европе? Зачем это нужно было России? И к чему это привело? Оо всем этом я вам расскажу в следующий раз. В следующий раз Петр Первый, Европа, Великое посольство. До встречи. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok